друзья мои дорогие всем добрый день нарциссы и их гаремы мы с вами уже неоднократно на эту тему говорили в этом видео хочу тему развить продолжить и конкретнее поговорить про распределение ролей внутри нарциссического гарема но не забываем с вами базу нарциссу гаремы нужны обязательно это и пополняемые такие источники с ресурсами и возобновляемые это и средство самоутверждение это и спасение от одиночества до нарциссы по-разному себя ведут в этих гаремах и со своими гаремами кто-то чуть ли не в открытую козыряет тем какое количество но оля поклонников друзей у него или у нее есть кто-то ведет очень скрытую игру и до последнего разводит всех по разным углам чтобы они друг о друге ничего не знали кто-то стравливает между собой участников гарема кто-то какие-то другие схемы придумывает правда здесь все индивидуально и все зависит от личности конкретного нарцисса давайте с вами подробнее рассмотрим именно основные роли которые кстати осознавая это или не осознавая это играют в гаремах нарцисса разные люди разные мужчины и женщины первые такая самая заметная роль это основной ресурс нарцисса основной партнер или партнерша нарцисса на данный момент то есть тот кто позиционируется как главный этого человека нарцисс где-то там позволяет себе светить это может быть муж или жена то есть нарцисс в целом в обществе либо в каких-то социальных группах ну дает понять что этот человек с ним не отрицает как минимум наличие этих отношений и в адрес этого человека реализуется хоть какая-то демо версия и с этого партнера нарцисс качает ресурс нарциссу важно следующая роль почетное второе место но часто это какие такие истории из разряда любовника любовницы или тот кто готовится на эту роль кого уже так конкретненько подогрели человек может знать о своем месте и терпеливо ждать и верить что нарцисс скоро уже вот точно его в ранг первого выведет человек может не знать о своем месте может пребывать каких таких фантазиях что у них с нарциссом вот только начинается некий прекрасный роман нередко до нарциссы вот этих вот вторых номеров держит в такой конечно иллюзорной картинке но если номер один отваливается или по каким-то причинам номер один утилизирует то так получается что как раз вот этот вот второй номер занимает вот это вот место но ему на смену приходит кто-то еще следующая группа в гареме нарцисса это так называемые рыбки то есть те кому отведено второе третье четвертое пятое место то есть нарцисс изучает среду их обитания закидывает удочки какую-то наживку подбрасывает может быть и сетью на них ходит то есть кто-то из рыбок уже наживку заглотили какую-то такую вот переписку с нарциссом ведут на что-то надеются что-то себе на мечтали но то есть рыбок нарцисс или нарцисска считает принципе перспективными и чуть-чуть в них вкладывается понимает что вот когда-то номер два перейдет в ранг номер один или может быть также отвалится и кто-то из вот этих рыбок займет вот это вот второе место как правило рыбок их несколько и кто-то из них процессе до жизни отваливается как жизнь жизни в рамках вот этого временного периода отваливается но кто-то действительно остается дальше следующая группа в рамках нарцисси его гарема это ждули с обещаниями вот так назовем то есть это в принципе ждули с которым нарцисс крайне редко там появляется или периодически держит их на крючке практически не тратя какого-то своего ресурса на них в плане подарков в плане большого количества внимания но и не уходит из их жизни к особенности вот этой категории что-то им нарцисс обещает из разряда вот стану старенький приду и женюсь на тебе или вот пока поезжу по разным городам займусь карьерой ты знаешь мне сейчас вообще не до личной жизни но когда-нибудь я к тебе мой петр из саратова вот точно приеду и мы будем вместе или будешь себя хорошо вести я вот с тобой буду это знаете пусть что-то абстрактное но вот чего-то такое жду лим пообещали нередко действительно когда нарцисс уже в край поистаскается когда у нарциссы будет безрыбье нарцисс правда может прийти к вот и вот этой вот жду лишь дуну и начать этим человеком жить но я действительно очень такое потребительское отношение если у нарцисса снова будет возможность как-то опериться воспрять то конечно же жду ли пойдет по боку другая группа ждуль это жду ли без обещаний то есть это те кого нарцисс уже опустил вообще ниже плинтуса и там ниже коврика это вот типичные такие вот гаражные без прав вообще но они могут быть правда психически даже там нездоровыми незрелыми людьми не могут настолько по уши влюблены нарцисса нарцисса дали в нарциску состоять вот в это состояться пребывать вот в этой любовной зависимости они могут себе чего-то такого надумать то есть это люди по большому счету несчастные очень сильно травмированные но они реально вот ждут вообще просто вот за зациклены на нарциссе следующая категория в гаремах нарциссов это олимп бывших конечно же речь не про тех бывших кого уже списали на ментальное кладбище а может быть и не на ментальное или не про тех бывших которые просто выстроили дистанцию которым нарцисс никаким образом подскрестись не может только зубы поломает это в принципе все остальные бывшие которые плюс-минус какой-то ресурс имеют что-то из себя представляют да просто нарциссу чего нибудь могут дать то есть это на люди которым нарцисс какую-то странную другу предложил это бывшие которым нарциссы периодически по пьяни или бессонными ночами что-то там пишут кого иногда пингуют это те кого в оставили вот на каком таком не непонятном контакте вот эту нет ниточку поддерживают то есть задам бывшие это удобно это проверенные кадры и в случае чего нарцисс может действительно их заново каким-то образом поюзать то есть могут быть и очень такие приличные статусные бывшие нарцисс может даже как-то перед ними лебезить заискивать чтобы хоть как-то приблизиться к их ресурсу следующая группа это так называемые полудруги и полудружки то есть те кого нарцисс морит в непонятной френд зоне это люди которые в нации в нарцисску влюблены которым этот человек нравится но силу своей какой-то стеснительности силу того что нарцисс так все хитро выстраиваем выкраивает обустраивает они вроде как напрямую предъявить нарциссу не мог ну что-то давай встречаться а этом на какой-то другой виток переходить то есть полудруги и полудружки они просто отждуль с правами к примеру отличаются тем что реально вот отношения с ними ну типа прикрыты какой-то дружбой но также нарцисс на каком-то этапе может их переводить в рамках каких-то других ролей направлений еще такая группа есть но это знаете из разряда гаражные всех мастей но это вот что-то типа каких-то таких совсем безнадежных ждуль да но которые сами может быть до конца не очень определились нужен ненужный нарцисс но в сторону этого человека поглядывают какие-то не продавцы мимо которых ходит нарцисс ну к примеру врачи которым нарцисс ходит и где-то что-то подмигнул но вроде бы шагов каких-то не совершал то есть тоже люди самых разных профессий самой разные занятости то есть в сторону нарцисс они поглядывают здесь многое зависит от течения обстоятельств от того будет либо не будет у нарцисс какой-то безрыбие еще группа внутри гарема нарцисс очень большая группа это так называемая очередь на кастинг то есть если на рыбок нарцисс тратит свой ресурс нации забрасывает удочку нарцисс тратится на наживку на то что на то чтобы тратить время на то чтобы анализировать где они чего они делают то здесь пока рано говорить о том что нарцисс как-то в них вкладывается просто постоянно мониторит фильтрует отслеживает и кого-то из них тогда может перевести на другую стадию ну и некая такая общая категория массовка вообще из разряда нарцисс для раз для настроения флиртует со всеми подряд там говорит какие-то комплименты всем подряд делает какие-то рассылки просто для самооценки видите какое большое количество категорий до внутри гарема они могут меняться местами их могут переводить из категории в категорию вы помните что ни один никакой ресурсный партнер нарциссу не покроет полностью этой потребности гарема будут всегда пусть скрытые пусть открытой но это будет так поэтому имейте это в виду и не обнадеживайтесь друзья мои если вам будет нужна моя помощь как психолога как психотерапевта буду рада видеть вас на своих онлайн консультациях мои контакты внизу под видео пишите мне в мессенджер узнавайте условия проведения консультации всем пока всем до скорых волнующих встреч